Прошу опустить капсулу, заготовленную опалубку. Это первый объект в большой программе модернизации транспортной инфраструктуры. В рамках этой программы в этом году планируется приступить к строительству новой автомобильной дороги, связывающей микрорайон Юго-Западный и проспект Олимпийский. Приступили к реконструкции Минаевского моста. К ремонту обязала дорожная обстановка, постоянные пробки, плохое состояние самой переправы и нарушенное транспортное сообщение с микрорайоном университет. На сегодняшний момент, чтобы попасть в наш микрорайон, необходимо ехать либо через Пушкаровское кольцо, которое всегда загружено и часто на нем аварии случаются, либо же ехать через железнодорожный переезд, который находится в районе улицы Корсунская. «Невыносимо из центра ездить сюда к нам на район. Это вечный, особенно в час пик пробки. Постоянно стоим на Пушкаровском кольце, вот эти вот круги наворачивать». Стоять на мосту приходится и сейчас. На время ремонта движение организовано по одной трети переправы. В часы пик, говоря языком автомобилистов, получается бутылочная горлышко. Проезжая часть сужается, водители вынуждены менять траекторию. Работа подрядчиков не выдерживает критику городской и региональной власти. Однако к 2023 году реконструкцию обещают закончить. «По ремонту Минаевского моста там какие виды работы?» «Разборка средней части моста, который самый старый, и ремонт балок на автомобильной дороге». Это что касается ремонта мостовых переправ в областном центре. Параллельно реконструкция коснется региональной дорожной сети, а именно транспортных артерий в Сурском и Меликесском районах. В следующем году список планируют расширить. «Мы планируем отремонтировать уже 11 таких мостовых сооружений. Для этого нами разработана проектно-смертная документация, сейчас объявлены торги». Хороший темп работы обеспечит национальный проект «Безопасные и качественные дороги». По нему до 2024 года в области обновят мосты общей протяжённостью 900 погонных метров.